Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня в гостях в нашей студии человек, который зачастую с критической точкой зрения по многим вопросам. Это Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования «Одарённых школьников», кандидат физико-математических наук. Игорь Соломонович, добрый день. Добрый день. Ну, не я один, наверное, такой. Вообще, Эхо Москвы, по моим наблюдениям, отличаются повышенные концентрации людей с критической точки зрения. Вот, поэтому я, мне кажется, вписываюсь немножко в эту панораму. А это из-за чего? Это опыт уже, возраст? Да вы знаете, я с детства, вот я сегодня думал о том, ну, у меня довольно много всяких мероприятий, которые я поддерживаю много лет, там и летняя школа наша, и соревнования математические, и русский медвежонок. Значит, я сегодня утром задумался, почему они, почему я вообще придумал это, и почему много лет они держатся. Ну, я не знаю, я с детства как-то, ну, вот стоим мы в коридоре школы, вот кабинет директора, значит, народ так ежится, говорит, вот зайти бы, там никого нет, а я беру и захожу просто. Потому что мне всегда охота было проверить, что получится из этого. Ну, и в жизни то же самое, может быть, поэтому, ну, и, собственно говоря, критическая точка зрения. Ну, а почему так? Вот говорят, что так, и почему так? Сомневаться. Сомневаться, привычу сомневаться. Свойство человеческой натуры сомневаться, ведь если не сомневаться, то можно и в пещере жить до сих пор. Ну, есть быватая фраза, наверное, на сей счет, безусловно. Да, поэтому, наверное, сомнение лежит в основе прогресса. Кто-то вдруг усомнился в истине, что Земля плоская, ну, и в результате оказалось, что она все-таки не плоская. А был когда-то период в вашей жизни, ну, когда вы себя более-менее комфортно чувствовали, у вас не было или мало было претензий? Минутку. Минутку. Давайте разделим мух и суп. Значит, я себя почти всегда чувствовал комфортно в жизни. Редко когда мне случалось не чувствовать себя комфортно. А почему, собственно говоря, человек, который сомневается, должен себя некомфортно чувствовать? Это непонятно. Это странный перископ какой-то мысли, поэтому я себя обычно чувствую достаточно комфортно. Если я делаю то, что считаю правильным, но меня за это не сажают в тюрьму, а пока, слава Богу, значит, ну, я себя чувствую достаточно комфортно. Ну, вот мы и начали, собственно, наш разговор. Сегодняшнее особое мнение, вы знаете, оно будет такой с элементами интервью, потому что все лето мы с вами не встречались в этой студии. Последнее особое мнение с вашим участием было, если не ошибаюсь, 18 мая. Кажется, да, я проездил. Да, и вот тогда мы поднимали вопросы, вы говорили о планах и перспективах. Сегодня мы, безусловно, с этого начнем. Но я хочу напомнить нашим слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио и видео трансляция нашего эфира. И, кроме того, там есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Анонсировалось ваш, Игорь Соломонович, особое мнение со вчерашнего дня. И вот есть один вопрос. Есть один вопрос, связанный с образованием. Ну, кстати, да, скажу, что мы сегодня, у нас сегодня два блока в рамках передачи. Это, во-первых, моменты, связанные с образованием, а второй блок, так скажем, о разном. Ну, давайте вопрос в студию, пожалуйста. Вопрос, да. Виктор задает вопрос. Здравствуйте. Есть ли у вас желание заниматься со студентами в рамках высшего учебного заведения? Хотите ли вы вернуться в ВУЗ и при каких условиях? Вообще, я в ВУЗе проработал, ну, половину своей сознательной жизни. Вы имеете в виду кировские государственные? Не только. Сразу после университета, который я закончил в 64-м году, я попал по распределению в вычислительный центр. Год там проработал, а потом практически все время работал в высших учебных заведениях. Вот в Карельском пединституте, в Петрозаводске три года работал. Потом учился в аспирантуре, ну, а после аспирантуры с 81-го до 2007-го работал в том, что сейчас называют Советский государственный гуманитарный университет. Но вы никогда не скрывали свою критическую позицию? Я не скрывал своей точки зрения, что мне больше всего нравятся 90-е годы в этом плане. Жить было очень тяжело, но при этом мы могли делать то, что считали нужным. И результаты, в общем, налицо. Но при этом вы следовали программу? Мы сами составляли себе учебный план, сами составляли программу, и это было здорово, потому что у нас был коллектив продвинутый, сильный, хороший. И нам доверяли. Точнее сказать, видимо, у государства до нас просто руки не доходили. А как дошли, сразу стало хуже. Душить начали? Да как душить? Что значит душить? Нарочно так не брали за горло и не душили, но стали спускать сверху указания все больше и больше. А свободы становилось все меньше и меньше. И в результате и студенты перестали сильные к нам идти. И программа стала не такая интересная, как хотелось бы. Но в итоге я в 2007-м оттуда ушел. То есть предел уже наступил, да? А там была какая-то последняя капля? Нет, я постепенно, ну, ясно же все стало уже в начале 2000-х с этим, когда начали спускать железобетонные учебные планы, программы, там, без вариаций и прочее. Ну, я стал постепенно... Потом мою кафедру ликвидировали, ликвидировали мой факультет, сделали физмат, а не математически. Но в этих условиях я стал постепенно уходить, уменьшая себе нагрузку из года в год по договоренности с кафедрой. Ну, и закончил я 15 сотами ставки в 2007-м, а потом ушел совсем. Но, кстати говоря, мне уже и нагрузки не было. Так что, да, ну, это по обоюдному согласию состоялось. Я хотел уйти в университет, не хотел меня держать. А насчет вернуться, ну, это все зависит... Да, вопрос у Виктора, да. Честно говоря, мне трудно представить себе условия, при которых бы я вернулся, потому что я уже привык к полной свободе. И я сейчас делаю, что хочу, и делов у меня достаточно много. Вот. А вернуться, ну, в принципе, я не исключаю такой возможности, если предложат условия, которые мне будут интересны. Какие условия? Сильные студенты, возможность самому определять, чему их учить и как учить. Но я что-то не очень верю, что такая возможность, по крайней мере, в Кирове появится в ближайшие годы. Это не нужно? Это нужно. Нет, не нужно руководству, я имею в виду. Я не знаю. Наверное, не нужно, если оно не появляется. Сейчас вот еще сливать два университета... Но мы об этом чуть позже, да, поговорим. Да, поэтому я не знаю. То есть я не исключаю такой возможности, но вероятность, честно сказать, мала. Поэтому вот так. Что уж говорить, да. Хорошо, давайте дальше будем продолжать наш разговор. Я хочу начать вот с того, о чем мы с вами говорили в начале, особого мнения в мае этого года. Мы говорили об открытии Всероссийского центра для одаренных детей в городе Сочи. Да, в городе Адвери. Официально он открылся 1 сентября, да, ведь? Да. 10 дней назад на открытии присутствовал Владимир Путин. Да, Владимир Путин. И все, что было до 1 сентября, это вроде как подготовительная... Ну, это фигура речи. Вы когда туда приехали? Я туда приехал 30 августа, значит, по, наверное, трем причинам. Одна из них, главная, состоит в том, что в начале ноября там состоится уже то мероприятие, в котором я главный организатор. Это Кубок памяти Андрея Николаевича Калмогорова. 19-й кубок уже, значит, это был... Ну, это Олимпиада, да, по сути? Это не Олимпиада, это турнир математических боев. Это командное соревнование. Вот, но не вдаваясь в подробности, которые всякий желающий может найти на сайте cdoosh.ru. Центр дополнительного образования? Да, cdoosh.ru. Значит, не вдаваясь в подробности, скажу, что Сириус предоставил площадку. Сириус это так называется сейчас? Сириус так называется, это центр, да. Надо пояснить. Он предоставил нам площадку, он сделал нулевым оргвзнос, то есть за счет фонда «Талант и успех», который, значит, создал Сириус. Это все будет происходить. В общем, достаточно хорошие условия. И первая моя задача была провести часть организационной подготовки. И это успешно было сделано. Значит, мы там подружились хорошо со всеми, кто будет в этом участвовать. Вы пробыли там неделю, да? Да, я пробыл там неделю. Вот. И сейчас там, значит, находится еще один член координационного совета, Ольга Сергеевна Нечаева из Ижевска. И она там, что называется, зачищается. Значит, то, что я не успел сделать или невозможно было сделать в эту неделю. Всякие конкретные вещи. Вторая причина была в том, что там идет математическая смена сейчас. Там есть и кировчане. И я просто... Среди участников или среди кировчанов? Среди участников есть. И среди преподавателей есть. Вот я, например, был там. И Ирина Александровна Семенова, наш сотрудник нашего центра, сейчас там преподает. А сколько летят? И это все наши подопечные? Нет, это не все. Кировчан там 15, а всего математиков там 160. Вот. Значит, и я просто преподавал. Я подготовил несколько листочков там. И, в общем, очень доволен тем, что получилось. Потому что в листочках, ну вот, когда они нормально подготовлены, там бывают, раскрываются такие грани и глубины, которые просто не имел в виду. А этот материал, это что-то новое совершенно или обкатанное уже на базе? Нет. Это, ну, отчасти обкатанное, отчасти новое. И как раз вот в этих добавлениях новых там и раскрылись разные интересные вещи. Это не школьная программа? Это, ну, как не школьная программа, которая меня очень порадовала. Ну, теория графов, это вообще не школьная программа. Но это стандартная тема кружков. Вот я сделал три листочка по теории графов. И, в общем, достаточно интересно получилось. Но это длинный разговор. Я уже не буду спрашивать, что такое делали. И, наверное, не в этом формате. Желающие могут погуглить и найти, что это такое. Значит, ну, удалось вот некоторые вещи, которые, наверное, новые, с методической точки зрения сделать. И я думаю, что кое-что там войдет в обиход. Третья причина. Ну, а третья причина – чистое любопытство. Я хотел посмотреть на президента, на открытие, вот не скрывая. Посмотрели? Посмотрел. Ну, мы в очередной расскажем, что вы с ним одногодки. Это да. Да. Посмотрел, посмотрел. Барбекю поел. Президента тоже угощили бы? Ну, наверное. Я не знаю, ел ли он. Я там не отслеживал его действия. Но надеюсь, что он съел кусок мяса. Он любит по-хорошему. Ну, и как вы почувствовали рядом себя главой государства? Ну, а как я должен был себя почувствовать рядом с главой государства? Ну, священная дружь меня не охватывала, радиация меня не пронизывала. Ну, посмотрел, глава государства. Вот он выступил, вот он в хоккей поиграл там, значит. Я бы и метро не смог проехать на коньках. Так что посмотрел. Давайте еще напомним, что этот центр в Адлере, он предназначен для детей со всей страны, для одаренных детей. Это не только математики, физики, это еще и танцоры, это еще и спортсмены. Да, там три направления. Спорт, искусство и наука. По науке сейчас там математика и физика. И, в принципе, организаторы держат в уме химию и биологию. Но пока еще это только в замыслах. Но я думаю, что это произойдет. И я думаю, что там какие-то наши мероприятия по этим дисциплинам тоже будут происходить. Я уже там имел разговор о том, что у нас есть турнир юных биологов, Тюбик там, есть ШУНТ, учебно-научный турнир по физике. Поэтому, наверное, я думаю, что там в ближайшие годы состоятся какие-то еще наши мероприятия. А в качестве преподавателя вы там еще, возможно, будете? Да, конечно. В июне там была первая, самая первая смена, где я был одним из организаторов. Потому что я создал и руковожу Олимпиадой для восьмиклассников имени Олимпиады имени Эйлера. И треть первой смены там была победитель и призер этой Олимпиады. И там я был 10 дней, работал, организовал. Потом уехал, оставил своему коллеге там доделывать это дело. Тогда там было довольно сложно. Там еще не устоялось все. Там сохранялись пережитки того времени, почти двух с лишним лет, когда эта штука работала в режиме лагеря для спортсменов. Олимпийского. Да, и там ходили с троем по коридорам. Там нельзя было без сопровождения вожатого из здания выйти там и передвигаться группами больше 10 человек и прочие глупости. Но вот я с удовольствием могу констатировать, что сейчас большая часть этих глупостей уже позади. И там уже наладилась более-менее нормальная жизнь. И в общем есть твердое желание. И со стороны руководства, там чудесный совершенно руководитель Елена Владимировна Шмелева. Очень умная женщина. Думает она быстрее меня, честно скажу. Значит, ее деловые качества. Но я был впечатлен, когда посмотрел. Движется все в правильном пока направлении. Значит, я думаю, что мы сумеем. Мы, по крайней мере, заинтересованы. Вот все сообщество математиков, которые работают с даренными детьми, мы очень заинтересованы в том, чтобы этот центр правильно себя поставил и работал. Еще один вопрос задам. А там есть какая-то квота для именно кировских детей? Нет. Значит, каждая смена формируется руководством этой смены, в общем, самостоятельно. Ну, конечно, там есть, да, подается. Но, в принципе, там должен быть конкурсный отбор. Но пока там скорее отбор, который проводят организаторы. Но мы-то знаем всех. Мы знаем более-менее всех сильных детей там в России. Мы знаем сильных руководителей. Мы знаем, где руководители. Мы сейчас говорим о математике. Да, о математике, безусловно, с физикой там немножко другая картина. Но тут я не берусь, я некомпетентен об этом говорить. Значит, мы все это знаем, и поэтому процедура отбора, она более-менее... Устраивает вас? Меня устраивает. Детей, надеюсь, тоже. Квоты никакой нет. Но, естественно, значит, в рамках каждой смены там какие-то квоты устанавливаются. Ну, обычно, вот я сказал, нам 15 мест надо, но у нас стало 15 мест. А вы, как представитель центра, имеете право заявлять? Я не являюсь представителем центра. Я являюсь партнером центра. Я думаю. Это не официальная должность, это просто фактическая ситуация такая. Значит, ну, конечно, могу, да. Конечно, могу. Ну, а процедура отбора на Кубок Калмогорова, скажем, она более формализована. Но Кубок Калмогорова там позиционируется, как наше мероприятие на площадке Сириус. То есть руководит Координационный совет под моим руководством. Значит, и он принимает решения, значит, а бюджет вот... Смета, она за Сириусом, а организационные все моменты за Сириусом. Ну, и мы, в общем, нормально совершенно работаем. То есть вот сработались хорошо, я думаю, что... Занявшись этим проектом, в Адлере, да, это всероссийский, всероссийским центром, как же вы оставили свое детище? Я не оставил свое детище, Владимир, не надо меня провоцировать. 30 лет в этом, да? Я понимаю, что это журналистский прием, вот. Но не пройдет этот прием, 31-я школа, 30 лет ей исполнил. И надо сказать, что 1-го числа на открытии Сириуса, Сириуса я был в нашей фирменной футболке, где сзади написано «Кировская алмыша», а спереди 30 эмблем, 30 школ. Вот. Значит, нет, конечно, но почему? Я говорил, что моя задача, и не только моя, но я вижу свою личную задачу, в частности, в том, чтобы вписать вот этот Сириус в ткань работы. В этой ткани давно находится наша летняя школа. И мы хотим, чтобы и мероприятия Сириуса тоже там находились, и есть все основания надеяться, что так и будет. Вот. Поэтому я ничего никуда не бросал. Я просто добавил. Не исключено, что однажды на базе Сириуса, ну, какой-то мини-вариант Вишкеля был? Нет, исключено. Это исключено. Потому что у Вишкеля свой формат, который предполагает гораздо более свободное общение преподавателей, они же вожатые, с детьми, чем может себе позволить Сириус. Тут же надо понимать, что Сириус, может, и хотел бы устроить такое же свободное общение, но они не могут. Они президентский центр, там есть определенный формализм, там работает охрана и прочее. Вот. Поэтому я думаю, ну, пусть расцветает сто цветов, в конце концов. Чем это плохо? Там одни мероприятия, тут другие мероприятия. Ну, а вместе мы сильнее, я думаю. Я смотрел видео сюжет, то есть еще на как раз-таки работе многопредметной школы Вишкеля. Были в этом году иностранные, да, гости? Были. Были, да. Чудесная девочка из Литвы. Да, Неринга Левенская. И, значит, я как-то ее бабушке, которая ее сопровождала там, вот, спросил, ну, как Неринга там. Она говорит, очень здорово. Она мне сказала, среди своих. Она говорит по-русски, все хорошо? Ну, в общем, она говорит по-русски не так хорошо, как может быть. Стоило бы, но говорит. И она стала гораздо лучше говорить, понятно, после смены. Так-то она все понимала, но говорила не очень. Девятый класс. Девятый. Девятый класс. Вот, да, она вполне себе, ей очень понравилось. И вот именно, что среди своих. Потому что эти дети, они что в России, что в Литве, что в Германии, бывают иногда отчужденными по понятным причинам от своего окружения. А тут она среди своих. И тут уже не важно, Литва там или Россия. К сожалению, в Сириусе пока нет возможности принимать иностранцев. Но очень надеюсь, что пока есть такое мнение, что в будущем году это уже будет возможно. Про девочку из Литвы упомянули, я тут вспомнилась. Шесть килограммов литовского сыра нашли мне тогда, она в Кирове, его уничтожили. Ну, что сказать. Прямо под санкций. Дикость, она и есть дикость. Так, международная обстановка ее обострения, она сказывается? На нашей работе сказывается мало. Но сказывается, потому что вот у нас всегда был международным этот кубок. А в этом году мы пожертвовали международностью, ну, ради того, чтобы люди могли все-таки туда более свободно ехать, поскольку платить в его взносы не надо. Но я надеюсь, это поправится. А что касается сыра, ну, простите, я скажу откровенно, это идиотизм. Я не одинок. 400 тысяч человек подписались под петиции, что это идиотизм. Правительство так. Уничтожение. Против уничтожения. Да. 400 тысяч россиян. Я за то, чтобы это отдавать в детские дома и так далее. А это кем организовано? Кем организовано? Ну, есть сайт соответствующий. Я забыл, как он называется. Российская общественная инициатива? Нет. Есть сайт, где можно выставить петицию и собирать подписи. Я вот подписывался, скажем, против закрытия фонда династии, против того, чтобы его объявляли иностранным агентом и так далее. События, да, недавних времен. Ну, значит, ну и я думаю, что я не могу быть на стороне правительства в этом вопросе, когда принимают решение открыть Сириус. Я целиком на стороне и Путина, и правительства. Это прекрасное решение. А подписывая эту петицию у вас есть уверенность? Я подписываю эту петицию. У меня нет никакой уверенности. Ну, подпишу, наверное. У меня нет никакой уверенности в этом. Более того, у меня есть уверенность в противоположном. А также уверенность в том, что ничего хорошего в такой уверенности нет. Я думаю, что если бы больше слушали, то было бы лучше. Вот. Это мнение не оригинальное, а во всем мире так. Американцы тоже не больно-то любят свое правительство. Ну, давайте еще немножко про вашу профессиональную деятельность. До Кавилю у вас остается у нас две минуты. Все-таки про Центр дополнительного образования. Да. Субтитры, коллеги, вы хотите узнать, что у нас нового? Да. Читал ваш вопрос в электронную почту. С чем вы зашли в новую очередь? Очень коротко, очень коротко. Значит, мы с радостью, с удовлетворением могу сказать, что мы пока что выдерживаем проблемы, связанные с уменьшением бюджетного финансирования. По естественным причинам. Насколько? Ну, на 10 процентов, ну, я не знаю. По-моему, на 17. Как-то вот так. А вы в последний раз в 10 процентах говорили? Ну, 10 это общее правило. А тут, ну, я не знаю, я точно не скажу, но там достаточно серьезно. Но мы пока что держимся. Единственное, что мы, да, и у нас много желающих заниматься. Вот в этом году мы вынуждены были ввести полностью платные кружки для четвертого класса. И частично платные для пятого. То есть там по результатам отбора будет. И велика ли плата? По-моему, нет. Я точно не знаю, но она не должна быть очень велика. То есть увеличение, да? Это плата, нет, не увеличение. У нас не было платы. Нет, я имею в виду увеличение числа желающих. Да, увеличение числа желающих. Увеличение числа желающих. В общем, все наши проекты пока успешно осуществляются. А в будущем году мы собираемся отпраздновать 25-летие центра, собрав своих учеников, собрав конференцию большую. Вот мы хотим это сделать по работе с одаренными детьми. И я думаю, что у нас получится. Сейчас уже поздно для тех родителей? Нет, сейчас не поздно. Никогда не поздно. Так что, если кто-то хочет записать, милости просим, Октябрьский проспект 87А. Приходите, записывайте. Давайте я еще о одном летнем событии упомяну, пока мы с вами не беседуем. У нас теперь Министерство образования. Да. Во главе которого стал Александр Измайлов. Да. Все хорошо? Претензий нет? Значит, я могу сказать, что к Александру Измайлову у меня очень хорошие отношения. Он деловой человек, современность. С ним легко работать. Мне случалось... Ну, как легко? Естественно, мы не всегда согласны, но с ним можно дискутировать. Я воспринимаю его аргументы. Он мои. В результате получается лучше для дела. Я считаю, что очень хорошо, что у нас такой министр. И слияние молодежи с образованием тоже правило. Вы можете пойти к нему напрямую и поговорить о том, что... Если очень надо, если очень надо, да, могу. Думаю, что могу. Хотя до сих пор такого ни разу не было. Ну, не знаю, хорошо или плохо, если представиться возможно... Ну, если будет надо, то да, я уверен. Давайте сейчас спрямемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования Дарюных Школьников. Да, и сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования Дарюных Школьников, кандидат в физико-математических наук. Я, Игорь Савловныч, уже как-то хочу пойти в сторону среднего общего образования. Я понимаю, да, проблем тут, конечно, немало. Вы знаете, опять у нас возникает определенное число недовольных людей строительством. И в данном случае я имею в виду возведение многоэтажки, жилой многоэтажки на Ленина 31. Ну, судя по информации, которая аннотируется на строительство застройщика, цены на эти квартиры будут недешевые. Вот группа активистов сейчас собирает подписи против этой стройки. Люди, которые живут по соседству, им просто-напросто милее пристрой, который можно сделать к зданию 24-й школы, которая в непосредственной близости располагается. Вы за многоэтажку или за пристройку? Марк Цвен как-то говорил, я не серебряный доллар, чтобы всем нравиться. Всегда будут недовольны, чем бы то ни было. Если бы там устроили пристрой, наверное, нашлась бы группа граждан, которые сказали бы, что эти деньги можно потратить на что-нибудь более с их точки зрения разумное. Значит, я что хочу сказать. У меня нет определенного мнения, потому что я не владею ситуацией, но я думаю, что до момента, когда было выдано разрешение на строительство, можно было... Выдано оно было в мае этого года. Да, и как были вложены деньги. Я не знаю, давно ли эти граждане протестуют. Собственно, с начала момента выдачи. С момента выдачи это строительство, да. Но я не знаю. Я не знаю, насколько там нужен этот пристрой. Это первое. И второе, я не знаю, есть ли у города на этот пристрой деньги, что более существенно. У инвестора деньги есть на это здание. То есть тут сложно все. Может быть и так, и сяк, надо смотреть внимательно. Но, честно говоря, ничего дурного в строительстве жилых домов не вижу. А насчет поездок детей в школы, ну, в Москве, бывает, через весь город ездят. В хорошую школу. В Кирове тоже. В МЛ, в КЭПЛ, в КЛЁН ездят. В ВГГ. В 21-й лице. Понимаете, это не полностью... Вы не считаете большой проблемой, если ребенок и его родители хотят обучаться именно в этой конкретной школе? Пусть обучаются, если дорога, это уже... Местным жителям там хватит. Там не только 24-я школа, там же еще есть школа. Я думаю, что... Я думаю, что не так уж это все страшно, в конце концов. Ну, вот по поводу новых школ в нашем городе. Курадминистрация, ну, с вполне обоснованной позицией выступает, что строить новые школы в исторической части... У нас в новых районах. ...давно застроенной части не получится. Действительно не получится. Ну, как сказать. Если будет... Вот, будь я царица, как говорила одна моя хорошая знакомая, увы, покойная уже, Елена Георгиевна Глаголева. Она любила говорить, если бы я была царица, то... Значит, если бы я была царица, ну, наверное, я бы просмотрел сначала потребность в старых районах. Я думаю, что пятно можно было бы найти, где строить школу. Дело же не в этом. Дело в том, нужна она там или нет. Значит, поэтому... И там, где надо, построил бы, но в основном, конечно, в новых районах. Вон, чистые пруды, солнечный берег и прочее. То, что строят сейчас в районе метра, вот там, уже на подоле. Говорят, внизу пожилой комплекс, соответствующий названием. Это же все тоже дети. И там, конечно, надо строить школу. Но что касается плана строительства в целом, я надеюсь, что все-таки будет экспертиза и общественная в том числе. Наверное, такие вещи надо смотреть, но сначала надо считать. А, кстати, вы знаете, да, события последнего времени, вот, наносящиеся к этой теме? Не так давно к нам приезжала замминистра образования и науки Дмитрия Ливанова. Ну, слушал меня, да, да. И презентовали ей проект типовой школы на тысячу мест глава города Владимир Быков. А не так давно Никита Юрьевич Белых съездил в Москву и попросил денег на строительство новой школы. Ему дали? Дмитрия Ливанова, ну как, там же так, оттекаемая информация, он попросил включить наш город в федеральную программу, если будет такая возможность. Ну, хотелось бы надеяться, что будет. Конечно, городу школы нужны. Вот вы считаете эти усилия, которые прилагает городская администрация, областные власти, по поводу новых школ, достаточными? Ну, опять же, у меня нет информации. На пористе действовать. Опять же, ну, кто знает. Во-первых, непонятно на пористе действовать. Иногда начинаешь действовать на пористе, и результат получается хуже. Потому что тот, на кого ты действуешь, начинает считать, что на него давишь. Вот, скажем, со мной такое бывает. Если меня просто попросят, я сделаю. А если на меня давить начнут, то честь-то дороже, чем какие-то проблемы, которые могут возникнуть. Я могу и не сделать этого. Опять же, непонятно. Но и самое главное, я не знаю, с какой интенсивностью они это делают. Я не знаю, какая интенсивность там нужна. А самое главное, я не знаю, какие есть возможности. Нет, то, что вот вы описали, это прекрасно. Очень хорошо, что они это делают. Какие есть возможности у государства, в области, у города, я не знаю. Думаю, что они сужаются, к сожалению. И очень плохо, что они сужаются. Давайте сейчас вернемся все-таки к высшей школе. Да, мы уже сегодня поговорили, да, об объединении ВГГУ и ВИАТГУ. Просто я вынужден уже торопиться, потому что времени у нас, да, времени не так много. Ну, давайте я проговорю информацию. Напомню, собственно, историю вопроса. Создание опорного вуза в Кировской области. В начале июля, в начале июля этого года появилась информация о грядущем, ну, тогда это называлось объединение, слияние. Да, появилось такое. Именно ВГГУ и ВИАТГУ ректоры и того и другого вуза отмалчивались, не выходили на связь, не поясняли, в чем дело. Впрочем, как и областные чиновники, и вот, как раз-таки визит замминистра образования и науки. 19 августа на пресс-конференции было озвучено следующее. Вот слово сказал Никита Белых. Создание опорного вуза в Кировской области на базе ВГУ и ВИАТГУ будет проходить юридически путем присоединения одного вуза к другому. Поскольку объединение предполагает ликвидацию вузов и создание нового высшего учебного занятия. Получение лицензии для него и другие процедуры могут создать большие проблемы содержательного. А, содержательно будет проходить объединение. Объединение. Ну, понятно. Содержательное объединение, формально присоединение, поскольку меньше геморрога. Присоединение ВИАТГУ к... Я понимаю, да. Значит, вы хотите знать мое мнение по поводу мегавуза? Безусловно. Оно скорее отрицательное. Потому что любая монополия, она ни к чему хорошему не ведет. И создание... Это монополия, на ваш взгляд? Создание, да. Это во многом будет монополия. Создание... Сельхоз, медакадемия и другие вузы остановки. Сельхоз, медакадемия, это все-таки... Значит, я прежде всего думаю о педагогическом образовании. Я боюсь, что в этом мегавузе оно совсем в загоне может оказаться. И в ВГГУ-то оно уже там оказалось. Старанием педагога господина Данюшенкова, значит, а... Бывшего ректора. Бывшего ректора. Бывшего предыдущего. Да, да, да. Вот. А уж в мегавузе, я боюсь, что оно совсем в загоне, а в области, между тем, перспективы-то очень нерадостные с учителями. Потому что, скажем, когда набирают математиков 25 человек, для такой области, как наши, из которых в школу придет дай бог 5. Преподаватели математики. Да, на первый курс. Из которых в школу придет дай бог 5. Это не работа на будущее. Это страусиная политика, она к чему приведет? Откуда мы возьмем учителей математики? Через 10-15 лет. Ну, я уже говорил об этом, я не буду утомлять слушать. Картина-то очевидная. В каких-то моментах, возможно, будет выигрыш. Еще один не очень хороший момент в том, что у преподавателей сокращается пространство для маневра. Раньше не сложились отношения у человека в ИГГУ. Он ушел в университет. Кочевание такое было. А теперь что будет? Куда он уйдет? На Луну? Он уедет. Лучше это будет для Луны. Большой вопрос. Кто-то в первую очередь там будет. Вот. Поэтому... Мириться с ситуацией. Мое мнение у меня очень сложное мнение на этот счет. То есть, есть много минусов на самом деле. Перевешивают ли они плюсы, мне сложно. А плюсы-то какие? Ну, соединять в один кулак средства. Это же оптимизация. Я думаю, главный побудительный мотив – это то, что денег нет на два возраста. А все остальное уже потом. Ну, возможно, там создание кафедр более сильных и прочее, это может быть и плюс. Вот. Тут все преимущества централизации известны, недостатки тоже. Ну, вот сложная картина. По информации властей, вот это объединение или присоединение будет проходить в течение года. Да. И что? Как, на Ваш взгляд, достаточно... У меня нет такого взгляда, я не могу судить. Ну, как я могу судить? Не знаете, весь объем работает. Все равно, как Вы меня спросили о качестве филейского моста. Ну, что я могу про него сказать? Я не мостостроитель. Ну, для автомобилистов нормально. Я думаю, что достаточно. Я думаю, что года даже более, чем достаточно для этого. Но я не знаю точно. Я думаю, что как раз в этом не надо искать ошибок там каких-то и прочего. Что касается технических моментов, я думаю, что все будет достаточно грамотно сделано. Проблема там не в технических моментах. Вы сказали, да, о невозможности впоследствии уйти, перейти у преподавателей. Ну, получается так. А вот серьезное сокращение... Тоже нехорошее. ...тех преподавателей, которых будут присоединять. А я не знаю, будет ли... Не исключено, что в первую очередь внимание на своих будет обращаться. Я не знаю, будет ли там сокращение. Студенты-то остаются те же самые. А нагрузки и так уже огромные. Нагрузки просто гигантские на преподавателей. Еще их увеличивать уже просто некуда. Я думаю. Хотя люди, которые это решают, могут считать и по-другому. Я понимаю. Поэтому я не думаю, что там будут уж такие массовые сокращения. Но, наверное, какие-то сокращения будут. Они никогда никого не радуют, кроме оптимизаторов. Поэтому, что ж тут скажешь. У нас, да, у нас остается буквально три минуты. И, вы знаете, возможно, этот переход к следующему вопросу сейчас окажется неожиданным, потому что мы вообще уйдем... Не окажется. ...из образования. Но дело в том, что на нашем сайте, да, вот в этой форме, специально для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения, есть вопрос от нашего постоянного слушателя... Аж целых два. Владимир Николаевич, Волков, да. Это здорово. Во-первых, Владимир Николаевич поздравляет нас с наступающим православным праздником трезвости. Я хотел вас об этом спросить. Ну, хорошо. Российский день трезвости. Известно, хорошо, что учащиеся, которые употребляют обурманивающие вещества, хуже усваивают материал и не могут решать нестандартные задачи. Ландау, Менделеевцы, Алковские. Видите, какая, Владимир Николаевич, подготовка. Не курили и не пили. Я сразу скажу, что знаю некоторых действующих математиков мирового класса, которые пьют. И пьют довольно крепко. Не то, чтобы я был... Нет, не скажу. Не то, что я был бы сторонником. Российские? Российские. Российские. Но не российские тоже есть. Давайте я продолжу вопрос, Владимир Николаевич. Можете ли помочь пробуждению интеллекта обучению детей трезвой жизни? А, так, может ли помочь пробуждение, наверное, интеллекта обучению детей трезвой жизни? Могут ли употребляющие одурманивающие вещества педагоги эффективно передавать слушателям опыт, которого они не имеют? Минутку. Какой опыт? Употребление одурманивающих веществ. Безусловно, опыт. Но не нужно этого делать. Да, ну, я хотел бы пожелать нашему постоянному слушателю немножко более четко выражать свои мысли. Но если речь идет о том, что могут ли педагоги, которые пьют, курят, там, значит, передавать студентам свои мысли, да, могут. Я сам не курю и пью мало. Но при этом я знаю, что курящие мои товарищи вполне себе умеют передавать, и лучше некоторых не курящих. Не зря же русская народная мудрость говорит, по мне уж лучше пей да дело разуми. Устами Ивана Крылова. Значит, ну, а что касается пропаганды трезвости... А что касается Ваших комментариев? Я сам не люблю пьянство. Я не люблю пьянство, но день трезвости... А что для Вас пьянство вообще? Ну, запои, алкоголизм, да. А вот пить хорошее вино иногда, это здорово, на мой взгляд. 18+. Те, кому меньше 18, меня не слышали. Значит, и я не понимаю, почему надо лишать людей этого удовольствия. Значит, я вот почитал там в Ваших заготовках про кикну про пиво и прочее, но это бред, простите. Ну, значит, слушайте, я скажу одну вещь, значит, нельзя в луп. Лобовая пропаганда всегда добивается противоположного эффекта. Хотите, чтобы люди были трезвыми, создайте условия, когда им будет неинтересно пить. Надо сказать, что современная молодежь, по крайней мере та, с которой я сталкиваюсь, 28 и младше, пьет очень мало. А многие не пьют совсем. Вот был день рождения дочери в конце августа, мы собрались на даче 16 человек, выпили две бутылки шампанского и меньше бутылки вина. Все. Все. Они не хотят пить вино. У них есть интересные занятия. Они, например, в настольные игры играют, в бильярд. Но их не агитировали не пить вино, они сами так решили. Давайте я все-таки поясню, почему кикнули, да, в тех вопросах, которые мы с вами согласовывали. В кикнули, да, в центральной библиотеке этого поселка, вот завтра в день всероссийской трезвости. Всероссийский день трезвости, оговорка интересная получилась, да? Будут проходить лекции, пиво опасное баловство, нет на предложение выпить, ну и так далее. В общем, скепсис, да? Я не думаю, что лобовые призывы не пить могут помочь людям стать трезвыми. Это же ерунда полная. Но когда призывы чему-то помогали? Делать надо. Хочешь попасть в мишень, в центр, целься под яблочко. Хочешь переплыть на какое-то место на том берегу реки, целься выше, течением все равно снесет. Все. Спасибо. Все, да, время действительно завершается. Особое мнение благодарю нашего гостя Игоря Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования даренных школьников, кандидат физико-математических наук. Я думаю, что уже в районе ноября про то мероприятие... Да, я расскажу, обязательно. ...будет в Адрии на базе сервиса, да, обязательно поговорим. Надеюсь, там будет здорово. Спасибо всем. Спасибо, до свидания.